Курская область Совместно с региональным комитетом молодежной политики и туризма запускает новый проект «Поехали!». 11 выпусков, 11 туристических маршрутов, которые уже действуют в Соловьином крае. В первом выпуске отправляемся в Железногорский район на Курскую магнитную аномалию. Стартуем из Курска и мчим чуть больше 100 километров на северо-запад области, в сторону Орла. Дорога отличная, виды из окна вдохновляющие. Неполных два часа и мы в Железногорске. Город уютный и молодой, ему всего-то 60 лет. Но несмотря на это, история здесь богатейшая. Само собой, лучше всего они расскажут в местном краеведческом музее. Около 40 тысяч единиц хранения. Есть и настоящие шедевры, как этот, железный, королингский меч. Такие ковали на Среднем Рейне в эпоху раннего Средневековья. Длина 97 сантиметров. Вес полтора килограмма. Тысячу лет назад им сражался бравый воин. И нелегко было его врагам. Находка, кстати, редкая. На территории древнерусского государства обнаружено не больше 20 таких мечей. А это же мчужина палеонтологической коллекции. Окаменевшие останки ихтиозавра Платиптеригия. Это такая вымершая рептилия мелового периода. Ее нашли в Михайловском карьере в 2011. Сто миллионов лет назад Платиптеригий бороздил местные моря. Плавал глубоко. Разглядеть пищу в темноте помогали огромные глаза. Размер ящера около 9 метров. Одну девятую составляла вытянутая челюсть. Собственно, она и хранится в музее. Питался гигант рыбой, моллюсками и белемнитами. Они тоже представлены в витринах. Как и фрагменты костей шерстистого носорога и мамонта. Зуб первого вполне похож на человеческий. Только намного больше и желтее. А вот челюсть второго здоровяка вмещала всего 4 зуба. Но каких? Они были крупные, массивные. Потому что мамонту нужно было за сутки съесть 300 килограмм травы, для того, чтобы насытиться. Расскажут в музее о том, как одевались наши предки. У женщин было два основных комплекта. По-современному лука. Для девушек сарафаны, для замужних панёва. Это такая расшитая юбка, которую надевали поверх рубахи, подпоясывали красивым кушаком и носили с подтыком. То есть один крах, ну, как бы задирали. Это не считалось позором, да, наоборот, панёву носили с подтыком, для того, чтобы показать красивую вышивку рубахи и красивую внутреннюю отделку панёву. Потому что женщины были великими мастерицами. Женщина и ткала, и шила, и вышивала. Все делала сама. Это от качества было самой главной женской задачей. А это зал истории Железногорска. Экспонаты расскажут, что изначально город Горняков был палаточным. А 2 октября 1957-го группа строителей вышла в Гречишное поле и начала возводить дома для первопроходцев, которые приезжали сюда из разных уголков Советского Союза. Здесь же их судьбы, история самого Михайловского ГОКа, как градообразующего предприятия. Конечно, здесь есть диорама рудника, но она лишь повод сесть в машину и отправиться на реальный, уникальный, невероятный, поражающий и вдохновляющий Михайловский карьер. Ехать недалеко, минут 10. Смотровая площадка открыта для всех. Исключение взрывные работы. В это время приезжать сюда небезопасно. Никаких преувеличений. Это одна из главных достопримечательностей. Всей Курской области. Сердце Михайловского горно-обогатительного комбината, гиганта черной металлургии на мировом рынке. Карьер наш – это действительно явление уникальное. Он виден из космоса, как знаменитые пирамиды или наскальные линии, на углу, как у нас, как перо. На снимках со спутника хорошо видно, что по размерам карьер ничуть не уступает 100-тысячному городу Железногорскому. В нашем карьере открытым способом происходит добыча железной руды. При помощи буровзрывных работ. Карьер наш работает круглосуточно. И в ночное время он похож на целый город, освещенный сотнями ярких отмечений. Глубина карьера – 380 метров. Это как небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, в котором больше ста этажей. Длина – 5900 метров, ширина – 2,5 километра. Первую руду здесь добыли 10 июня 1960 года в 16 часов 40 минут. Первопроходцам было нелегко. Ливни грозились залить, тогда еще небольшой карьер. Автопарк стоял под открытым небом. Сегодня здесь собраны самые мощные современные машины, некоторые размером с трехэтажный дом. А это железногорский дендрарий – настоящий оазис в черте промышленного города. Парк заложили в 1996-м. На 2,5 гектарах цветут и пахнут больше 500 видов растений. Хвойные и лиственные, реликты и лианы. 60% флоры – интродуценты, то есть переселенцы из Северной Америки. Климат там похож на наш, деревья и кустарники хорошо приживаются. Есть и азиаты, как эта вигела многоцветковая. Ярко-розовая красавица цветет два сезона. Представьте, цветение происходит июнь, июль, август, сентябрь и октябрь, пока мороз не стукнут. Но листья становятся к осени уже не зеленые, а вишневые. Еще вот такая красивая гамма будет радовать осенний пейзаж. Рядом гинка – реликтовое дерево до ледникового периода. Препараты на основе этого растения широко известны любителям БАДов. Это настоящая гордость сотрудников Дендрария, но требует едва ли не родительской заботы. О, как цепилось! О, как уцепилось! Ты посмотри как! Подушкообразные туи, белоснежная, словно свадебная фата, кальквиция прелестная, источающая полезные фитонциды кедры. Парк разделен на 34 сектора. Это целые жилые кварталы, где учтено, кто и с кем может расти по соседству. Огромный труд сотрудников Дендрария основан на любви к делу. И это не пафосное преувеличение. Так вот мы живем, мы договариваемся с травой, договариваемся с растением, чтобы... они нас просят полить, подкормить, обработать. А взамен они дарят красоту и аромат. Посмотреть и подышать сюда приезжают туристы из разных регионов. Есть экскурсии для детей. Возвращаясь из Железногорска, стоит сделать остановку у поселка Золотой. Здесь расположен мемориальный комплекс Большой Дуб и одноименный музей партизанской славы. Когда-то на этом самом месте жили люди. 14 дворов. Во время войны население помогало партизанам. За что поплатилось? Жизнью. Осенью 1942 года гитлеровцы направили сюда карательный отряд, который уничтожал населенные пункты, примыкающие к лесу. 17 октября фашисты добрались и до Большого Дуба. 44 жителя Большого Дуба, среди которых были 26 детей, а пятеро грудные младенцы были расстреляны. Затем их тела забросали соломой и подожгли. После расправы над жителями каратели уничтожили все постройки. Попытались уничтожить и Дуб, давший название этому месту. Но огромное дерево, как и люди, не покорилось врагу. От полученных повреждений Дуб засох и еще 16 лет возвышался над убитым поселком, как своеобразный памятник. А потом дерево свалило в сильное буря. В экспозиции хранится фрагмент Дуба, что дал название поселку. Рос он в самом центре. Диорама документально точно показывает, как выглядел Большой Дуб в мирное время. Другие экспонаты посвящены истории партизанского движения на северо-западе области. Но музей – лишь часть мемориального комплекса. Вечный огонь зажжен на месте казни жителей. Справа и слева – их братские могилы. Это место, мы считаем, должен посетить каждый житель нашей области. Это наша история. Это пережили наши люди, родные, бабушки, прабабушки. Тяжелейшие испытания. Конечно, знать об этих ужасах войны должен каждый житель нашей области, нашей страны. А теперь вопрос. Если вы внимательно смотрели программу, то легко ответите на него. Что значит носить панелу с под тыком? Кто первый пришлет верный вариант в комментариях под программой в нашей группе ВКонтакте, тот молодец и обладатель приятного сувенира. А мы уже готовим новый маршрут. Скоро увидимся и скажем – поехали!